добрый день в этом видео я расскажу как собирать головоломка под названием petal pyraminx это модификация обычной пирамидки у которой отсутствуют тривиальные уголки но зато появились центральные элементы из-за чего ребра стали очень узкими вот этот двухцветный элемент аналогичен вот этому процесс сборки можно разделить на два этапа на первом мы собираем petal pyraminx как классическую пирамидку а на втором собираем центральные элементы каждый центр состоит из шести деталей три поменьше три побольше те кто умеет собирать обычную пирамидку попробуйте выполнить первый этап самостоятельно для всех остальных я сейчас подробно покажу как это делается для того чтобы эту пирамидку перемешать нужно вращать углы а также поворачивать центральные элементы делать это нужно на каждой грани мы видим сейчас цвета центрального элемента и угла совпадают если мы так вот сдвигаем то уже синий с желтым не совпадает стоит отметить что мы сдвигаем не хаотично а на определенный угол если вот здесь вот стоит маленький элемент то на его место также нужно поставить маленький элемент не получится на это место поставить большой конечно разместить можем но пирамидка перестанет вращаться поэтому нужно совмещать так чтобы вращение сохранялось хорошо перемешанная головоломка выглядит примерно так классической пирамидки на первом этапе собирается красная звезда можно и другого цвета но для определенности начнем именно с красного для этого для начала нужно повернуть тривиальные уголки так чтобы вот эти цвета совпадали красный желтый не совпадает значит поворачиваем он здесь красные совпадают можно добиваться совпадения любого цвета главное если с одной стороны совпало то есть остальных тоже совпадет уголков пирамидки 4 поэтому такую процедуру максимум придется сделать четыре раза но от четвертый уголок далее нужно найти три красных угла 1 2 и 3 если поставить пальцы на эти три красных угла сейчас мы красного цвета не видим но если посмотреть с других сторон то там есть красные грани если голову держать именно так то на той грани которая оказалась сверху должен быть красный цвет если мы повращаем угловые элементы то красный цвет сюда повернется так и вот так и мы получаем красную звезду а это и есть цель первого этапа также вместо того чтобы искать три красных уголка можно найти один у которого красного цвета нет и поместить его назад тогда грань которая оказалась перед нами должна содержать красный цвет также поворачиваем уголки на себя красным цветом и получаем красную звезду есть два способа выбирайте какой нравится на петал пирамид отсутствует тривиальные уголки поэтому сразу ищем красные элементы но не будут угловыми вот у нас угол с красным цветом еще один еще один размещаем пальцы на этих углах и грань которая перед нами должна быть красной поворачиваем все уголки красным цветом так и так расположение ребер нам пока не важно нам достаточно и у такой картины вот это равносильные ситуации расположение центральных элементов пока не имеет значение также вместо того чтобы искать красный уголок мы могли бы найти угол у которого красного цвета нет и расположить его сзади но все остальные углы повернуть красным к себе вот тоже самое на следующем этапе мы собираем первый слой для этого нужно красные ребра а это элементы с двумя цветами поместить на первый слой так чтобы цвет нижней и боковой грани совпадал с цветом элемента для этого мы ищем наверху ребра с красным цветом помимо красного цвета есть какой-то еще мы поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор пока второй цвет красного ребра не совпадет с нижними уголками то есть вот здесь вот зеленые цвета совпадают если повернем сюда зеленый желтый не совпадает нам нужно чтобы совпадало возвращаем сюда красное ребро и здесь зеленый цвет совпадает ребро располагается справа значит для того чтобы поставить это ребро на первый слой мы поднимаем левый уголок вставляем сюда ребро и опускаем левый уголок смотрим что получилось зеленый цвет совпал красный совпал ребро находится на своем месте если мы не будем совмещать второй цвет пример вот красное зеленое ребро мы понимаем что нужно поставить его сюда и пытаемся точно также его сюда поместить поднимаем вставляем опускаем видим что цвета не совпадают значит мы сделали неправильно нужно было вот этот зеленый цвет совместить с цветом угла если ребро находится справа то мы поднимаем левый уголок вставляем ребро и опускаем левый уголок давайте попробуем на остальных элементах вот у нас есть красно-желтое ребро вращаем до тех пор пока у нас вот этот желтый цвет 2 помимо красного не совпадет с цветом уголка желтый и зеленый не совпадает желтый и синий не совпадает желтый и желтый совпадает ребро находится слева то есть зеркально предыдущему случаю значит мы теперь поднимаем справа уголок вставляем туда ребро и опускаем назад три движения проверяем желтый красный все совпадает ищем дальше красные ребра на верхней части пирамидки вот у нас нашлось красно-синее синий цвет нужно совместить с цветом уголка мы видим что рядом как раз находится синий уголок ребро справа а значит мы поднимаем левую сторону вставляем туда ребро и опускаем левый уголок первый слой собран важно чтобы получилось что здесь вот полоска одного цвета синяя зеленая и желтая а здесь красная сторона если у вас получилось что на верхней грани нет уже красных ребер красная сторона как бы собрана но вот этой полоски нет значит нижняя грань собрана неправильно вот здесь хорошо а вот здесь нет в любом случае если у вас кончились ребра на верхней части пирамидки а нижняя часть не собрана значит ребра стоят либо не на своем месте либо стоят неправильно в данном случае зелено-красное ребро стоит на месте желто-красного чтобы поставить его на свое место нужно отсюда как-то извлечь для этого можно использовать простую комбинацию под названием пиф-паф делается на следующим образом мы опускаем правый уголок опускаем левый уголок потом поднимаем правый уголок и поднимаем левый уголок четыре хода и у нас ребро поднялось теперь его можно поставить на свое место здесь цвета зеленый с желтым не совпадает синим не совпадает с зеленым совпадает ребро находится справа иначе поднимаем слева вставляем ребро опускаем теперь у нас наверху появилось еще желто-красное ребро которое также можно поставить тем же способом на место и вот такой случай наверху красные ребра тоже кончились но нижний слой не собран вот это ребро стоит на своем месте но развернуто неправильно мы здесь также применяем комбинацию пиф-паф для того чтобы поднять ребро наверх опускаем правый угол опускаем левый угол поднимаем правый поднимаем левый ребро поднялось сразу совпадает с желтым цветом и уже известным алгоритмом ставим на свое место поднимаем вставляем опускаем первый слой собран также элементы можно ставить на первый слой при помощи пиф-пафа который только что показывал примеры есть у нас сине-красное ребро и мы знаем что его место вот здесь между сине-красными углами ребро обращено к нам красным цветом а значит цветом нижней грани в этом случае мы можем не совмещать вот эти синие цвета а сразу из такого положения сделать пиф-паф ребро находится справа поэтому делаем пиф-паф начиная с правой стороны опускаем правый угол опускаем левый угол поднимаем правый поднимаем левый и ребро стоит на месте аналогичный случай когда у нас желто-красное ребро тоже должно находиться вот здесь но она располагается слева и красным цветом смотрит на нас мы можем не переводить его вот сюда после чего делать три хода а сразу с этого положения сделать пиф-паф но так как ребро находится слева мы должны сделать пиф-паф левый а именно опускаем левый уголок опускаем правый поднимаем левый поднимаем правый первый слой собран собираем первый слой на петал пираминкс располагаем красную грань снизу и ищем на верхнем слое красные ребра то вот такие вот тонкие элементы вот это синий красное ребро совмещаем синий цвет синим углом ребро располагается слева значит угол поднимаем справа вставляем ребро и опускаем ищем дальше желто-красное вращаем пока желтый не совпадет желтым тут зеленый вращаем еще желтый желтый ребро находится справа поднимаем слева вставляем ребро опускаем вот у нас уже два ребра стоят на своих местах ищем третье вот красно зеленое пододвигаем чтобы зеленые цвета совпадали ребро слева поднимаю справа вставляем опускаем первый слой собран на центр и внимание все еще не обращаем далее на классической пирамидке нужно собрать верхнюю часть для этого первым делом очень важно нужно повернуть верхнюю часть таким образом чтобы цвета уголков на одной грани совпадали начале мы получаем в каком-то таком состоянии зеленый синий не совпадает нужно чтобы все уголки были одного цвета и именно из такого положения нужно определять какая ситуация у нас получилось всего возможно пять ситуаций но решаются они по сути тремя алгоритмами давайте рассмотрим их все первую ситуацию как раз у нас сейчас здесь вынимательно смотрим на ребра вот желто-синее ребро она не совпадает ни с этой гранью не с этой по цвету желтый зеленым не совпадает синий с желтым не совпадает получаем что это ребро которое не совпадает ни с одной гранью смотрим дальше ребро зелено-синее зеленый цвет желтым не совпадает а синий цвет с синим совпадает это ребро не совпадает только с одной гранью ну и вот это ребро такое же. Всего ребер на верхнем слое мы найдем три. Одна сторона не совпадает, вторая совпадает. Мы должны взять пирамидку так, чтобы ребро, которое не совпадает совсем, ни с одной гранью, оказалось сзади. Далее мы видим перед собой, что с левой стороны все красиво, а с правой нет. Если неправильный цвет располагается справа, мы начинаем делать пиф-паф справа. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Сделали правый пиф-паф. Далее мы видим, что поднялось красное ребро. Надо его поставить на место. Поворачиваем, так чтобы синие цвета совпадали. И привычным алгоритмом, которым собирали первый слой, ставим это ребро на место. Оно справа, значит поднимаем слева, вставляем ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим для закрепления. Первым делом мы доворачиваем верхнюю часть так, чтобы цвета совпадали. Цвета уголков. Вот три синих уголка. На каждой грани они будут совпадать. Если вы будете определять ситуацию из такого положения, то пирамидку собрать не получится. Обязательно доворачиваем, чтобы цвета уголков совпадали, после чего определяем ситуацию. Это ребро совпадает одной гранью. Это ребро не совпадает ни одной. Это совпадает одной. Совсем не совпадающий элемент располагаем сзади. Далее начинаем делать пиф-паф со стороны неправильного цвета. Здесь вот справа зеленый на желтой грани. Делаем правый пиф-паф. Красное ребро поднялось. Совмещаем желтые цвета и ставим ребро на место. Пирамидка собрана. Также возможна зеркальная ситуация. Сначала доворачиваем верхнюю часть. Уголки совпадают. Проверяем. Одна совпадает, сторона вторая нет. Одна совпадает, вторая нет. Две стороны не совпадают. Вот это полностью не совпадающее ребро располагаем сзади. И видим теперь, что на синей грани неправильный цвет располагается слева. Эта ситуация зеркально предыдущей. Сделаем тот же алгоритм, но начинаем пиф-паф слева. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем. Поднимаем. Опять поднялось красное ребро. Его нужно поставить на свое место. Совмещаем цвета. Ребро слева. Поднимаем справа. Вставляем ребро. Опускаем. Пирамидка собралась. На петал пираминкс эта ситуация выглядит следующим образом. Для начала не забываем довернуть верхний угол так, чтобы цвета совпадали с нижними. Зеленый-желтый не совпадает. Вращаем тут синий. Вот теперь желтый. Желтый и тут желтый. На всех гранях цвета углов совпадают. Смотрим, какие у нас ребра. Зеленый с желтым не совпадает. Синий синим совпадает. Ребро совпадает наполовину. Здесь желтый и зеленый не совпадает совсем. То есть полностью не совпадает. Дальше. Желтый совпадает. Синий нет. Совпадает наполовину. А ребро, которое полностью не совпадая с цветами угла, располагаем сзади. Смотрим на переднюю грань. Правое ребро по цвету не подходит. Именно с правой стороны мы начинаем делать пиф-паф. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Появилось красное ребро. Стандартным способом устанавливаем его на первый слой. Ребра пирамидки собраны. Зеркальный случай. Снова доворачиваем верхний угол так, чтобы он по цвету совпадал с нижними. И далее анализируем. Здесь желтый цвет совпадает, зеленый с синим нет. Синий совпадает, желтый с зеленым нет. Это ребро полностью не совпадает. Полностью не совпадающее ребро располагаем сзади. Смотрим на переднюю грань. С правой стороны вот это узкое ребро стоит по цвету правильно. С левой стороны зеленое с синим не совпадает. Со стороны не совпадающего ребра начинаем делать пиф-паф. Опускаем слева, опускаем справа, поднимаем слева, поднимаем справа. Красное ребро поднялось. Стандартным способом ставим на место. Снова ребра собраны. Ситуацию, которую на классической пирамидке определить проще всего. Все элементы стоят на своих местах. Одно ребро полностью по цветам совпадает, а два других, несмотря на то, что на своих местах, но развернуты другой стороной. То есть зелено-желтое ребро стоит там, где нужно, но цвета наоборот. И таких ребер два. То есть два ребра перевернуты на своих местах, а одно ребро стоит правильно и цвета все совпадают. В этом случае мы также располагаем красную грань снизу. Неправильные ребра перед собой и делаем следующую комбинацию. Сначала правый пиф-паф появилось красное ребро, но на этот раз мы отводим его не сюда, а назад. Она вот здесь вот сзади оказалась. Теперь поднимаем левый уголок, вставляем туда ребро и опускаем. Пирамидка собрана. Повторим. Напомню, что уголок верхний с нижними должен совпадать по цвету. Доворачиваем, после этого определяем ситуацию. Два ребра на месте развернуты, одно стоит хорошо. Два неправильных располагаем перед собой, делаем пиф-паф. Отодвигаем красное ребро назад, поднимаем левый уголок, вставляем ребро, опускаем левый уголок. Такая же ситуация на педовый пираминкс. Проверяем. Желтый угол с синими не совпадает. Поворачиваем синий синий. Все хорошо. Ребро стоит на месте, но развернуто неправильно. Это тоже. А сзади ребро стоит правильно и цвета все совпадают. Правильное ребро располагаем сзади и выполняем алгоритм. Пиф-паф справа. Появилось ребро. Отводим его назад. Поднимаем левый угол, вставляем ребро, опускаем. Снова все элементы, кроме центров, собраны. Следующая простая в определении ситуации. Опять доворачиваем уголок. Зеленый и желтый не совпадают. Вот так совпадает. Мы видим два одинаковых цвета у ребер. Называемые глаза. И такие глаза будут на каждой грани. Не важно с какой стороны выполнять алгоритм. Главное, чтобы красная грань была снизу. Делаем следующие движения. Опускаем правый уголок. Верхний поворачиваем против часовой стрелки. Поднимаем правый уголок. Верхний опять поворачиваем против часовой. Опускаем правый уголок. Верхний поворачиваем против часовой. Поднимаем правый уголок. Семь движений мы поочередно опускаем, поднимаем правый уголок, А верхний всегда вращаем против часовой стрелки. Повторим. Глаза с каждой стороны. Опускаем правый, поворачиваем верхний. Поднимаем правый, поворачиваем верхний. Опускаем правый, поворачиваем верхний, поднимаем правый. Пирамидка собрана. Но не всегда с первого раза пирамидка соберется. Может быть такое, что вы сделаете эти 7 движений, опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем, а у вас ситуация особо не поменялась. Также пирамидка не собрана, также есть глаза на каждой грани. В этом случае нужно просто движение повторить. То есть делаем то же самое. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Дело в том, что предложенный алгоритм перемещает ребра по часовой стрелке. Если вот это сине-желтое ребро перейдет вот сюда, то оно встанет не на свое место, и нам потребуется повторное применение. Но также можно сделать алгоритм зеркально, и с первого раза все получится. Как определить? Вот это ребро должно перемещаться вот сюда и становиться на свое место. Тогда делаем алгоритм справа. В нашем случае это не так. Но зато левое ребро, если переместить сюда, то оно встанет на свое место. То есть нужно движение против часовой стрелки. Также можно определять, если цвет вот этого уголка вот с этим цветом совпадает, то делаем правый алгоритм. А если этот цвет с этим не совпадает, то делаем левый. Делаем те же самые движения, но зеркально. Опускаем левый уголок, поворачиваем верхний по часовой. Поднимаем левый, вверх по часовой. Опускаем левый, вверх по часовой. Поднимаем левый. Проще, конечно, делать всегда правый алгоритм, либо один, либо два раза. Но выбирайте, как вам удобнее. На Petal Pyramix это выглядит вот так. Проверяем сначала углы. Желтый, синий не совпадает. Доворачиваем. Синий, синий. Хорошо. Сразу видим два ребра одинакового цвета. Здесь, здесь и здесь. Неважно, с какой стороны выполнять алгоритм. Главное, чтобы вот эти углы были довернуты. Тогда можно определить ситуацию. Если же не доворачивать, то можем наугад делать правый алгоритм один или два раза. Проверяем. Вот этот цвет передний уголка и вот этот задний цвет ребра совпадают. Оба зеленые. Значит, делать нужно правый алгоритм. Опускаем справа, поворачиваем вверх, поднимаем справа, поворачиваем вверх, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Все элементы, кроме центров, собраны. Зеркальный случай, когда углы уже довернуты, а цвета не совпадают, мы можем прокрутить правый алгоритм два раза. Это будет выглядеть вот так. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Видим, что не собралось, поэтому делаем алгоритм еще раз. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем Элементы собраны Либо вместо двойного применения мы можем сделать алгоритм зеркально Проверяем, синий и зеленый не совпадают Делаем алгоритм слева Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем Опускаем, поворачиваем, поднимаем Также все кроме центров собрано Переходим к сборке центров Собираются они интуитивно, без особых алгоритмов Важно понять принцип Можно начинать сборку с любого центра Давайте начнем с красного Понятно, что красные элементы должны располагаться на красной грани Сейчас здесь только один большой красный центральный элемент Все остальные других цветов Значит сюда нужно добавить еще Стоит отметить, что если у нас где-то есть сразу три элемента Нужного цвета на соседней грани То их не удастся безболезно переместить отсюда сюда Если мы это попробуем сделать То ставим Пытаемся как-то повернуть, чтобы их сохранить Но все равно один из них у нас вернется на свою грань Поэтому за раз мы максимум можем переместить два элемента Один поменьше, другой побольше А также мы можем сделать таким образом Взять один элемент отсюда Захватить два элемента отсюда И переместить все три на нужную грань Мы можем это делать, вращая либо уголок пирамидки Тогда перемещаются два больших, один маленький элемент Либо вращая грань пирамидки Тогда перемещаются два маленьких и один большой Можно это делать любым способом, как удобнее К примеру, чтобы вот эти два красных элемента переместить на эту грань Можем взять вот этот большой красный центральный элемент Подвести его к этим двум Повернуть центр И вернуть все на место Теперь у нас здесь три красных элемента Повторим Если у нас есть уже один элемент на нужной грани нужного цвета И есть два элемента на соседней грани Мы можем при помощи этого забрать два отсюда Для этого мы вращаем пирамидку так, чтобы вот этот элемент встал рядом с другими красными После чего вращением центра перемещаем красные элементы на красную грань И вращаем уголок на место И вот нос три на своих местах Для начала мы любым способом ставим три нужных элемента на красную грань Но так, чтобы они стояли рядом После этого добавляем к этим трем еще один любой красный элемент Один, но не два Внутри не получится Для этого мы просто ставим красный элемент на место вот этих трех Вращением угла То есть при повороте вот эти три красных должны переместиться на другую грань Если у нас случай какой-то такой Мы вращаем И у нас вот эти три элемента не ушли на соседнюю грань Просто поворачиваем центр Так, чтобы они переместились на ту часть, которая вращается Поворачиваем Вот эта часть у нас вращалась Значит, нужно вот этот элемент переместить куда-нибудь сюда Перемещаем И отменяем движение угла Вот у нас уже четыре элемента Теперь при помощи либо этого, либо этого элементов Мы полностью соберем красную грань Смотрим, где у нас два оставшихся Они находятся рядом Если бы вдруг они рядом не находились То их надо было рядом поставить Вот один элемент побольше Вот другой поменьше Если вращать правый уголок То он перейдет вот сюда Было бы неплохо, чтобы вот этот элемент оказался здесь Поэтому отменяем движение Ставим на нужное место маленький элемент Подводим большой Вращением центра смещаем с оси вращения И отменяем движение угла Этап пирамидки у нас все время остается собранным При каждой перестановке мы делаем возвратные движения Поворачиваем туда Что-то вращаем с центрами Потом обратно В итоге у нас получилось два красных элемента Как и нужно Возвращаемся к нашей красной грани Здесь у нас четыре элемента И осталось доставить два Повернем так, чтобы было поудобнее При вращении уголка перемещался только один элемент Смотрим, что у нас здесь Если мы повернем уголок То большой элемент переместится вот сюда Неплохо было бы остальные два поместить где-то здесь Чтобы они объединились Давайте попробуем Поворачиваем Ну и смотрим, что если вот так мы сделаем То красный большой с красным большим другим не может соединиться Но если бы вот этот красный большой находился бы вот здесь А именно вот здесь То все три бы объединились А значит нам нужно вот этот элемент переместить вот сюда Это делается очень похоже на сборку центра в кубике 5 на 5 Для этого мы помещаем вот эти два элемента сюда Так, чтобы при вращении уголка они переходили на другую грань После чего вот этот красный элемент перемещаем из этой позиции в нужную Вращением центра И отменяем первое движение Теперь у нас уголок остался снизу А положение вот этих элементов особо не изменилось Поворачиваем их так, чтобы они были слева Поднимаем У нас объединяются три в ряд И теперь мы эти три элемента можем переместить на красную грань Мы видим здесь вот красные ребра Красный уголок И вот эти три красных центральных элемента По цвету теперь совпадают Возвращаем уголок на место Получаем красная грань собрана Переходим к другой Видим здесь у желтой грани есть уже два элемента Хотя нам достаточно и одного Нам проще, когда здесь один элемент И два на соседней грани Но на соседней грани у нас нигде нет двух нужных элементов Зато мы видим, что вот здесь вот два синих есть Поэтому, наверное, проще будет сначала собрать синюю грань Хотя можно собирать и в другом порядке Здесь два нужных элемента И на синей грани есть тоже два каких-то синих Мы можем при помощи одного из этих синих Вот эти два переместить на синюю грань Поскольку у нас синие элементы маленькие Чтобы их использовать, нам удобнее вращать не уголок А именно грань Так как она перемещает Один большой элемент и два маленьких Как раз вот этот маленький Мы можем переместить сюда Здесь получилось три рядышком Мы их вращением центра перемещаем на синюю грань И возвращаем В итоге у нас три элемента есть Нужно еще три Но для начала, как мы помним Нужно поставить один А потом уже остальные два Вот у нас один элемент Любым способом его ставим сюда Но проще всего Также расположить его С той же стороны Где наши синие элементы Отсюда переместить так Чтобы синие ушли на соседнюю грань После чего повернуть И вернуть обратно В итоге мы видим Что у нас получилась какая-то Не очень хорошая ситуация Нам бы хотелось Чтобы четвертый элемент стоял рядом с этими А значит Вот этот элемент нам просто не подходит Почему? То, что в середине у нас большой А здесь два маленьких К маленьким должен подходить большой элемент И вместо маленького Лучше поискать большой Ищем Вот он здесь Этот Либо этот Но с левой стороны у нас находится вот этот Поэтому жертвуя вот этим элементом Поднимаем Поворачиваем его Чтобы он остался на синей грани И возвращаем В итоге У нас четыре элемента стоят рядом И к ним осталось доставить еще два Они здесь уже удобно объединились Поворачиваем их немного Большой элемент Можно вращать уголком С первой попытки Он совмещается И мы все эти три Подворачиваем на синий гугл И возвращаем В итоге у нас уже красная грань И синяя собраны Зеленая и желтая Соберутся одновременно Здесь уже вполне удобная ситуация Четыре стоят в ряд Осталось только Дособрать оставшиеся Располагаем в нужном порядке Вот этот большой желтый Таким движением Можно объединить Вот с этими двумя Повернуть три элемента На желтую грань И все элементы Соберутся Рассмотрим еще пару вариантов Расположения элементов На последних двух центрах Здесь также Красная и синяя грани Собраны Осталось собрать Зеленую и желтую Для начала нужно сделать так Чтобы было три Элемента одного цвета Можем вот этим зеленым Захватить вот эти два зеленых И вернуть все на место После чего Уже привычными движениями Дособрать Также напомню Что если уже Четыре элемента Стоят рядом И осталось Собрать два оставшихся То это может получиться Не с первого раза Пробуем совместить Пробуем совместить Вот этот элемент С этими Не получилось Даже если мы попытаемся Вот этим элементом Совмещать Как-нибудь Вот этот Перемещаем Тоже не получается Это из-за того Что нужно Вот этот элемент Переместить Вот сюда Либо уголок Переместить наверх Если не получается Одним элементом То не получится И другим Давайте переместим Вот этот элемент Вот сюда Это делается Вращением грани Размещаем Зеленые элементы Справа Поворачиваем Перемещаем Куда нужно Маленький элемент Возвращаем Теперь У нас Вот этот элемент Легко совместится С вот этими Двумя Подворачиваем Совместилось Давайте пока Забирать не будем А проверим Получится ли Большим элементом Забрать Эти же элементы Здесь будет вращаться Уголок Проверяем Все совмещается То есть С какой стороны Вам удобнее Собирать эти элементы С такой И выполняйте Эту процедуру Все собрано Рассмотрим Еще вот такую ситуацию Нужно переставить Всего Один элемент Причем Не важно Маленький элемент Или большой Решается Это одинаково По сути У нас здесь Один элемент Вместо двух А здесь Два элемента Вместо одного Если бы здесь Был один А здесь два Мы привычным способом Собрали бы Два оставшихся центра А значит Нужно просто Сделать Некоторые движения Чтобы получилась Ситуация такая Какая нам удобно Для этого Просто опускаем Вот эти два Элемента Здесь вращаем Центр Так чтобы Два Стали слева На один справа И возвращаем Первое движение Обратно Получаем Нужную ситуацию Ну теперь Либо сразу Либо с одной Перестановкой Все соберется Проверяем Этот элемент Мы пытаемся Подвести сюда Видим Что Ну не получится Так как Этот элемент Должен находиться Снизу Поэтому Располагаем Вот эти два Справа Опускаем Перемещаем Одиночный элемент Возвращаем Назад Теперь Ставим В удобное Положение Опускаем Это Подворачиваем И все Собирается При желании Центр Можно Менять Местами В любом Порядке Это развлечение Для тех Кто любит Узоры Покажу Пример сборки Для закрепления Ищем Три уголка С красным цветом Один Второй Третий Располагаем Их Красным цветом На одну грань Получаем Красную Звезду Располагаем Ее Снизу И собираем Ребра Первого слоя Синий Красное Ребро Совмещаем Синий Синим Поднимаем Слева Вставляем Опускаем Ищем Дальше На верхнем Слое Больше нет Красных элементов Ищем На нижнем Вот здесь Стоит Желто-красное Делаем Пиф-паф Ребро Поднялось И ставим Его На место Понятно Что зелено-красное Находится В таком же Положении Делаем Опять Пиф-паф Ребро Снова Поднялось Вставляем На место Первый Слой Собран Собираем Второй Здесь На удивление Все ребра Стали на свои места Допустим Что это не так Совмещаем Цвет Верхнего угла С нижними Синий И зеленый Вращаем Тут желтый Тут зеленый Три зеленых Три желтых Три синих После чего Определяем Ситуацию Два желтых Ребра Два синих Два зеленых Это у нас Глаза Проверяем Вот эти цвета Желтый Зеленым Не совпадает Значит нужно делать Правый алгоритм Два раза Либо один раз Левый Я сделаю Левый Опускаем Поворачиваем Поднимаем Поворачиваем Опускаем Поворачиваем Поднимаем Ребра И углы Собраны Приступаем К центрам Ну здесь удобно С красной грани Начать Отдельный элемент Есть Ищем Двойные Вот здесь Два элемента Один Два Ставим В нужное положение Поднимаем Подворачиваем Забираем Три есть Сюда доставить Нужно еще один Любой Ну как любой Если крайние Большие То сюда нужно Доставить Маленький Значит Вот этот Маленький Нам подойдет Размещаем Вот эти элементы Справа Так чтобы При таком Вращении Они ушли На соседнюю Грань Сюда Подворачиваем Чтобы он Сохранился Возвращаем Получилось Четыре Теперь Нужно Вот эти два Красных Объединить Ну любым способом Подводим Отводим В сторонку Возвращаем И теперь Собираем Все что осталось Поместим Вот эти элементы Слева Так И здесь Нам нужен Большой Чтобы забрать А он у нас Находится Не там Да Вот нужное Положение Опускаем Получилось Три Возвращаем Красная Грань Собрана Переходим Дальше Давайте Синю Вот здесь Уже Синий Центр Почти Собран На зеленой Грани Ну Мы можем Два элемента Сразу сюда Отправить Давайте Сколько Отправим У нас Два Отправилось Но нам Было Достаточно И одного Теперь нам Нужно Каким-то Из них Захватить Еще два Соседней Грани Ну Здесь Три Как раз Можем Вот этим Захватить Вот эти Два Поворачиваем И в итоге Три У нас Здесь Появилось Крайние Элементы Большие Значит Отсюда Мы заберем Маленький Иначе Большой Настанет Вот сюда И будет Неудобен Для этого Размещаем Маленький Справа Справа Располагаем Эти Три Поднимаем Отводим На Синюю Грань Возвращаем Получилось Четыре Здесь Элементы Один И здесь Еще один Объединяем Их На любой Грани Да И получаем Знакомую Ситуацию Здесь Давайте Три Слева Расположим Один Справа Вот Примерно Так Теперь Вот этим Элементом Нужно Забрать Отсюда Два Подворачиваем Ну С первого Раза Все Получится Синяя И красная Грани Собраны Зеленую И желтую Нужно Собрать Здесь Два Здесь Много Ну Любым Элементом Мы Еще Добавим Сюда Возьмем Вот этот Большой Переместим И вот Эти Три Окажутся На зеленой Грани Получаем Опять Стандартную Ситуацию Поворачиваем Так Чтобы Было Удобно Вращать Правый Уголок Здесь Опять С первого Раза Петал Пирамид Собран В итоге Это Несложная Головоломка Которая Собирается Интуитивно Без Каких Либо Особых Алгоритмов Если Вы Умеете Собирать Обычную Пирамидку То Вам Останется Только Разобраться С Центрами Тренируйтесь И все У вас Получится А на этом Все Всем Спасибо Всем Пока